Доброе время суток, дорогие друзья! Знаете, такое свершилось. Ганзо выпустили парамелиуслога. Сакси с локом я, честно говоря, в восторге от этого ножа. Этот ножик и несколько других мне прислал товарищ по увлечению, скажем так. Владимир, тебе привет! Ссылочку на его канал оставлю в описании. Поглядите, у него там недорогие разные ножики есть. Канал называется Купить ножи в Китае. Посмотрите, на самом деле я, честно, в восторге. Ганзо, молодцы! Знаете, как собака лает, караван идет. Я обладатель оригиналов, реплик, чего угодно. Сейчас просто расскажу, что я вижу здесь. Сразу, я думаю, по ТТХ пройдемся немножечко, а потом я покажу какие интересные моменты. Складной нож, общая длина у нас 205 мм, длина клинка 87 мм, усталька стандартная для Ганзо, 440 оси. Этот нож называется 729, G729. Вот это версия Парамили, Парамили 2 с замком Axis. И, по моему скромному мнению, это офигенно. Это реально круто. То есть, всякие линейные замки, они, ну, не выдерживают, на самом деле, критики, с моей точки зрения. То есть, даже вот компрессион... Знаете, вот есть такой анекдот, когда дедушка на привозе сидит, и чем-то молочным торгует, к нему подходит покупатель и спрашивает, дедушка, а что вы это продаете? Это у вас молоко, сметана или кефир? Ну, дедушка ему говорит, ну, вот такое, ну, вот такое. Во-первых, ну, не всегда не совсем удобно его закрывать. То есть, да, я там приловчился, все дела, но удобство довольно такое, специфическое. То есть, другое дело лайнер. Во-первых... А, лайнер, говорю. Вот просто оцените, да? И здесь. То есть, я вот пытаюсь что-то извернуться, извратиться, да, и вот... Ну, не то. Аксис мне здесь нравится намного больше. Он здесь, ну, дико, извиняюсь, уместнее. По поводу самой эргономики, она прекрасна. Единственное, что насечка, конечно же, на оригинале чутка получше. Здесь мы видим насечку, знаете, как на первых милитарей, допустим, которые были выпущены там еще давным-давным-давно, там делалось для пограничной службы США и так далее, там, Border Guard, да. Была вот подобного рода насечка. Но она не совсем хорошая, на ней палец скользит. То есть, вот эта мелкая, она действительно цепучая, да нельзя. На ней палец себя чувствует хорошо. По общему качеству, ну, нож, на самом деле, прекрасен. Даже сведение здесь не такое толстое, как обычное. Давайте мы дело замеряем. То есть, сведение у нас примерно в 0,6. А скажу, для Ганзо это довольно большой шаг вперед. Потому что обычно там у них какие-то такие ломообразные ножики получаются. Здесь же мы видим вполне вменяемый нож, хорошей геометрией, за какие-то абсолютно смешные деньги, что при нынешнем курсе доллара огромный плюс вот в копилку вот этих вот гонзоидов. То есть, ну, класс. Эклипса не особо понравилась, слишком огромная, ну, то есть, длиннющая, да, вот, что по сравнению с оригиналом, она такая тоненькая и длинно-длинная. Но могли бы уже сунуть что-то поинтереснее, то есть, есть же, ребят, задатки, могли бы поизгаляться. То есть, ну, и держит она не то чтобы плохо, просто не дотягивает там до оригинала чутка. Но вот в чем момент, прошу обратить внимание, это оригинал. Оригинал у меня на кармане, все дела. Гляньте на обработку, на обработку спайдер холла. Вот сюда вот прошу внимание. Видите? Я не знаю, то ли заход флизы, то ли еще какая-то боляка. Она вот такая вот риска такая конкретная. Это не царапина, это не я сделал. Это сделали ребята из Америки. То есть, пара милля-два, прекрасный нож, все дела там на слуху и любимая многими Enduro. там, вау, нож действительно довольно очень неплохой. То есть, с хорошей геометрией. Да, ну, сведен вот так вот, чисто ради интереса. Давайте глянем. То есть, кто-то кричит там о супер-мега-классном резе и вкусном на... Чё? Сколько сведен? В 0,9? Ну, ничего себе! Такой может быть вкусный вес на ножек, который сведен почти в миллиметр. Я, честно говоря, затрудняюсь ответить. Но, да ладно. Может, там отстали или от углов заточки. Гляньте на этот Spider-Hall. То есть, такой вселенный, что японцы вообще охренели и делают хуже китайцев. Почему? Давайте посмотрим еще раз. Я сейчас специально это дело в макро покажу, дабы мы сравнили нож за 100 с копейками долларов, нож около 100 долларов и нож за 20 баксов. Вот. То есть, прошу обратить внимание. Э! Фокус. Камцемир. Так, вот оно. Вот. То есть, в принципе, да, это ни на что не влияет. Это я не могу считать косяком, но я могу считать это халтурой. То есть, такое впечатление, что там хер ночевал. То есть, ни развертки, ни черта. То есть, ну, я не говорю, заполируйте. Ну, уберите вот этот кошмар. Для меня взять карандаш, на карандаш намотать наждачку и пройтись, я что-то так и сделаю. Она не особо парит. Ну, блин. Ну, ребят. Ну, вы продаете не дешевые ножи. Вы японцы. Вы американцы. Кстати, ножи, которые сделаны в Тайване, получаются намного лучше. Вот эта виска. Ну, это не я ее сделал, честно. Ну, вот откровенно говорю. Еще, допустим. Вот моя горячо любимая многими Миля. Прошу обратить внимание. Вот это вот. Вот. Вот где должна начинаться РК. А вот где они ее сделали. Я тогда, когда ее покупал, был молодой, глупый, неопытный. Да я на это внимание не обратил. Это через какое-то время. Ну, что-то как-то, ну, не так. Ну, не должно быть. Вот. Миллиметр, считаете. Да, ножа. Ну, куда-то. Ущель. Справа вещи и ущель. То есть, ну, как бы. Мало того, что термичка у спаев иногда довольно сильно страдает. Так еще вот такие болячки. Ну, да ладно. А. Немаловажно. На днях разговаривал с Ладом Чебой. По моему каналу с ним знакомый. Человек делает ножики. Клиночки меняет. Ну, и так далее. Говорит. Саня, представляешь. Говорит. На парамире. Говорит. На китайце лучше. Говорит. Говорит. Ну, не рожа какая-то кошмарная там. Даже не термичная по факту. Свернул два винта. Плевался. Я говорю. Ого. Вот такие пироги. Что касается этого ножа. Вес порядка 120 грамм. 126, по-моему. То есть, даже заточка вменяемая, друзья мои. То есть, нет вот этой вот кошмарной микропилы, которая иногда встречается на спаях. Там даже на бончах она иногда бывает. По поводу бритья. Ну, я не знаю. Нечего уже брить практически. То есть, эта хрень бреет. Не так, чтобы со скоком, но вполне себе вменяемо. Вам что-то еще нужно? При нынешнем курсе доллара, кому-то из мальчишек и девчонок подарить вот такого плана нож. Ну, во-первых, его не будет жалко убивать. 20 долларов, это не 150, не 100. И сталь, ну блин, ну по большому счету, встречному, поперечному, среднестатистическому человеку он разницы не заметит между 440 и 390. или там D2 и S35. Ну, нож да и нож. Он все равно будет работать не совсем по значению. Будет там консервные банки открывать. Это то ли поперек. Пока вот эта ножевая культура у человека проснется, да, можно, в принципе, его подготовить к переходу на более интересный уровень при помощи вот такого ножа. Вот такая вот парамиля с, собственно, от Ганза. Здесь класс, на самом деле класс. Клиночек по центру, все очень тоненько, люфтов нету. Но да, в принципе, тут и не будет. Дело в том, что здесь одна шайба у нас из терапласта, вторая из, ну, судя по всему, бирилевая бронза. Поэтому очень даже неплохо это все организовано. То есть, нож не полная реплика. Скажем так, взяли и сделали по мотивам. Почему? Я вам сейчас покажу, почему. Смотрите, отличие в вот этих местах, в замке. Даже вот эту непонятную для меня деталь. На кой черт оригинал? Ну, на оригинале вот это вот огромное просто отверстие под темлятки. Я не понимаю, зачем вот сюда трубу вставили. Тут же смысла особо не вижу. Здесь ее нет. Клинок, он все равно никаким образом не может коснуться от того паракорда, который будет сюда продет. То есть, я как владелец оригинала, я себе действительно закажу вот такого плана нож и еще парочку с Аксисами. Во-первых, потому что я Аксис очень люблю и уважаю. Как один из самых дурокоустойчивых и ремонтно пригодных замков. А во-вторых, только потому, что этот замок мне очень-очень нравится. То есть, ну и на подарок кому-нибудь такую ножку, честно, не стыдно. То есть, народ у нас таким кошмарным Китаем ходит. Вот здесь Ганзо, он просто великолепен. Не хватает немножко, скажем так, правильной насечки. Вот здесь и вот тут. То есть, или ее надфилем пройтись, да, немножечко усилить, озлобить. Или же оставить так, как есть. По поводу G10 и всего остального. Ну, стандартно привычная черная Ганзовская G10 с фактурой. Вот. Видна мощная пружина Аксиса. Вот с таким вот заходом, да. Клипса не алло, но это такое, это все решаемо. И вот слишком, по-моему, большое тут отверстие для оси Аксиса. Это уже решаемо, никто все равно не будет давать те нагрузки, под которыми нож сломается. Так что, делайте выводи, друзья. По-моему, Ганзо молодцы. Что бы там ни говорили. О их там серии 74-х и вот этих ножек очень-очень неплохо. Бюджетненько, с узнаваемым дизайном, с более или менее прикрытым. Такой неплохой эргономикой Ганзо. С вами был Александр Святов. Спасибо ребятам, которые прислали мне этот нож. Ссылку брошу в описании. Если что, пишите, звоните. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok